ну вот дочка меня встретила на автобусной остановке привезла к себе на хутор и вот встречает такая красота на воротах какой шикарный ревень вот это ревень вы знаете очень странно но яркие краски вот так не передаются как они в живую смотрятся такая красота а это наша художница рисовала рыбки как живые как натуральные ой какие краски яркие сочные праздничные какая корзина чудесная ася нас увидела прибежала кушать просит гладенькая такая красивая гладенькая как на хуторе хорошо отдыхаешь и душой и мыслями очень приятно и самое главное приятно смотреть на яркие краски на природу на все посадки очень красивый 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 я не знаю почему не нравится ты покушала мася кисюня кисюнечку масечка ты покушала до покушала пришла поблагодарить дочка травку полит в цветах а я стою снимаю это все и в душе у меня конечно душе грудь что я и не помогаю ну вот такая красота получилась травка вся убрана корой присыпано и вот так вышло красиво ну и может быть удобно не будет сорняки так расти тут солнышко очень сильно греет и когда поливают то получается парниковый эффект очень трава растет ты мой такой хороший мальчик да это такой задумчивый сидит котенечка до котенечка такой на солнышке до разморила тебя на солнышке маленького мальчика такого вайкает а птицы поют а небо голубое ну вот разве не сказка да природа конечно создала счастье для людей наслаждаться у меня подруга здесь звонила вчера я говорю у меня так рябина под окном цветет просто белоснежная вся она готова у меня нет а потом подошла к рябине говорит ой у меня цветет вот когда люди работают на участке они не замечают ничего живет в красивом месте на чистком озере и за лето говорит купаться не ходит некогда а мы приезжаем гости идем купаться вот такие мы бездельники городские а люди на хуторах вкалывают по-другому не сказать и каждый уголочек красивым делают но правда ведь красиво клубника в лодке растет взять построил специально такую вот грядку и она там растет очень красиво и розы кругом и виноград и деревья и кусочек леса все как все как надо сплошная красота и вот эту красоту ощущаешь когда приезжаешь либо в лес либо вот на хутор а в городе ну что в городе в городе тоже стараются цветы высаживают траву косят но все равно находятся люди которые мимо урны семечки бросят или бутылку что я рассказываю каждый сам это видит эстония прекрасно так все красиво уютно уютно и сказочно вот те кто приезжают и не живут в эстонии все об этом говорят как чудесно даже одуванчики нравятся на лугу хотя какая же это радость их косить надо чтоб их меньше было у нас это сорняки вот и я хочу подарить кусочек радости показать как здесь красиво птицы поют цветы растут вся трава скошена все подстрижено все прибрано как у настоящих хозяев анютины глазки цветут колодец вот сделан а сколько деревьев посажено елочки уже подросли большие такие стали их вновь посадили и сосенки и березки когда-то здесь будет лес новый лес вон они как быстро выросли подросли совсем вроде недавно сажали и я ходила травку вокруг них полола чтоб их не скосили а теперь уже большие кисенчики кисечки так быстро время пролетело едем музыка играет жалко что нельзя послушать но играет поверьте мне дочке надо по делам в город магазин и она меня заодно везет домой с удобствами мелькают рапсовые поля хуй какая красота я уже дома готовлю ужин вот все да все 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 почистила картошку сейчас жарю купили окуня морского вот такой красавец это будет вкусно очистила разобрала его и салатик сделаю а трюша ты хочешь кушать хочешь кушать хорошо что картошку успела почистить порезать хотела салатик из рыбы сделать но пришлось вот так из сустава палец выскочил больно так не смогла вычистить картошку если бы это раньше случилось ну ничего вот так вот рыбку отделила помидорку порезала ну лук чистить уже зеленый тоже не могу и огурчик тоже не могу чистить придется кушать так чуть по походному сегодня муж косил траву я постирала все чем он косил пошел пошел снимать все утро в цветнике там были я полола большой мешок травы выполола пересадила цветочки которые из хутора привезла вчера от дочки муж хозяйственный золотой говорит зачем же ты чистила картошку если палец болит так картошку то я чистила палец не болел еще там носочки убирать чтобы не потерять в карман как-то очень странно или прищепки нет прищепки наверно карман убирает таз рядом стоит ну и положил прищепки туда бы ну вот у него по-своему все вот какой молодец складывает все аккуратненько наверное соседи смотрят и завидуют скажет какой муж замечательный а сейчас муж замечательный покушал пообедал и вместе с патриком спали сколько они часа два с половиной наверное сейчас пять часов мы пообедали в два три четыре пять три часа спали с патриком так что вот замечательный муж пока я картошку чистила и жарила они с патрюшей спали у вас тоже мужья вам помогают или нет мой помогает правда вчера говорил ты же мне картошки обещала пожарить я говорю ну почисти две картошины ты себе пока я на хуто поеду говорит я не умею не умею картошку чистить но вот сегодня жарю раз обещала вот видишь какой-то умненький джи джи ну-ка ну-ка посмотри внимательно так внимание ушки так моя хорошая нога там чья-то торчит в кроссовке да вот вот какое счастье пришло счастье пришло сейчас буду хвастаться 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 тяжелое тяжелое о предметы домашнего обихода фотографиях и воспоминаниях конца девятнадцатого начала двадцатого века вот я сейчас показала вот эта книга у меня и вот еще две это там чайник кипит буду чай заваривать в следующем видео обязательно покажу и расскажу о чем эти книжки и все про них расскажу банк переезжает мы остаемся без банка как-то как-то даже странно демонтируется что ли банный день вон они все помылись и прилетели сюда я вот подошла и спугнула их по пальцам и там вывозят оборудование значит сокращение в соседнем городе в десяти километров отсюда будет этот банк там он уже есть видимо объединят так красиво здесь с утра такой день был солнечный а сейчас уже такой и гляди дождь пойдет ну вообще-то передавали грозу ну какая елочка красавица красавица яблони цветут сирень красиво сказали же что телевидение приехала снимает наверное поэтому машин столько около гостиницы с утра такое солнышко было все затягивает потихоньку мусор забирают мы отдыхаем а кто-то работает спасибо что посмотрели спасибо если лайк поставили спасибо вдвойне если подписались это меня очень радует я делюсь с вами положительными эмоциями хочу чтобы у вас было хорошее настроение так приятно посмотреть может быть не о чем но обо всем о счастье а как живут люди на чем строится их жизнь в чем заключается счастье и настроение ну я не знаю что еще надо радоваться уметь вот что это очень важно радоваться стараться не заболеть сейчас к нам маски приросли прямо говорят уже отменили маски а все равно как-то без них неуютно кто бы раньше мог сказать об этом что будет неуютно без масок да не обижайте друг друга всем пока пока